Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аль-Хамду лиллах. Ассалату ассаламу аля Расулиллах. Аля алиху ассабих ажма'ин амма ба'ад. Продолжим синтаксический разбор суры Аль-Нази'ат. Мы дошли до 33-го айта. Мата'ан лакум вали ана'амикум. На пользу вам и вашему скоту. Мата'ан это мафуул мутлак. Абсолютно мастер. То есть свободно от ограничения дополнения. То есть мата'ан кум мата'ан. Так как мата'ан будет в значении тамти'ан. Или же можно сказать, что это мафуул лаху. Или по-другому мафуул мин аджлихи. Мафуул мин аджлихи тоже. То есть обстоятельства, причины и цели. То есть фа'ала ма фа'ала мата'ан лакум. То есть он сделал то, что сделал на пользу вам и так далее. Лакум алямит харфу джарм. Предлог родительного падежа. Мабнию аля ль-фатхи. С неизменяемым окончанием с фатха на конце. Кум аль-кафи это дамиран муттаслин. Слитная миссимения. Мабнию на аль-доме с неизменяемым окончанием с дома на конце. Фи махалли джари на месте падежа родительного падежа. Валь мим саакин это сукниру на мим. На конце это алямуты джами аль-музаккари. Признак множественного числа мужского рода. Валь джар валь маджруру. Предлог родительного падежа алям и находящийся посредством него на месте падежа. Родительного падежа миссимения каф. Мутталликал би мата'ан состоят в смысловой связке со словом мата'ан. Дальше валь аль-доме с неизменяемым окончанием с дома на конце. Фи махалли джари на месте падежа радителю падежа. Мутталликал би мата'ан. Вторая часть из афеттной связки. Валь джар валь маджруру. Предлог родителям падежа лам. И поставлено им состояние джари имя алям. Матталфан аля лакум. Соединено союзом вас с предыдущим джар маджрурум лакум. Следующий аят это. Файдаджа атиттам матуль кубра. И когда же придет величайшее, то есть всепокрывающее бедствие. Файда аль-фа это истина афеттан. Указывает на возобновление речи. На новое предложение. Или же ау-а-тайфаттун или союз. Харфан мабню аля аль-фаты с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Иза ата азарфан лима истагбаль миназамани. Обстоятельство времени. Указывает на будущее время. Обозначает будущее время. Ха-фидун ли шарты. И ставит на месте паджа жар. Родитун паджа. Следующее за ним условное предложение. То есть джумлят в шарты. И мансубан биджаваби. Самое это имя бывает поставлено в состояние извинительной падежи. Или на месте паджа. У нас фактор упоминаемым в ответном предложении. То есть джавабы шарты. Иза по-любому мабню аля сукони с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Фи махалли на сменномесь паджа нас винительную падежа. Зарфу заманин. Обстоятельство времени. Для подразумеваемого амеля фактора. То есть зарфу заманин ли амеля мукадрин. Мукадрин и анитвей жумлят льджаваби в ответном предложении. Маталин, например. Юхас буннасу следей будет спрошено. Вакта, маджи и тамати во время приходов всепокрывающего бедствия. Хуайза это мудафилия с первой части зафетной связки. Джа это фи мадан глагол прощающего времени. Мабню аля сукони с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Аттаммату это фааль льфи или фааль действующий лицо, субъект действия данного глагола. Джа это. Марфу он поставлен на состояние рафа именительный падеж. Алямату рафи и признак падежа рафа этому имени. Аттамату захирату фи ахри явно аддаму на его конце. Аль-кубра это наатталиттамма описание и определение слова Аттамма. У наатталмарфу и марфу аль-митснух. Описание и определение поставлено на состояние рафа имени, так же как оно, так же как предыдущее будет в состояние рафа именительным падежем. Алямату рафи и признак падежа рафа этому имени. Аддаму талмукадрату фи ахри явно скрытое подразумеваемое Аддама на его конце. Амана амин злахури хатта адзулю. Проявиться которой помещало невозможность дать огласовку буквы алиф. Валфиалю мааа фааль льф глагол джаад со своим фаалем все это. То есть фааль аттама. Все это джумлетун фааль етун. Глагольное предложение. И махалли джердин дамеси паджа жар родителю паджа мулафан илейх ли ида. Является второй частью заветной связки для слова ида. Валлаху а'лам.